Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу поговорить о том, как не сойти с ума в период карантина. Почему? Потому что карантин продолжается уже более чем полгода, а еще я приболелась, сижу третий день дома, готова сойти с ума. Сильных симптомов у меня нет, голова иногда болит, полностью сбит график напрочь, ночью я активна, днем я сонная. Разговаривать я могу немножко в нос, в принципе никаких симптомов, связанных с бронхитом, с легкими у меня нет, поэтому я думаю, это просто простуда. Но, честно говоря, я уже готова лезть на стену от того, что не имею возможности выйти. Как бы я не большой фанат людей, можно сказать, такой интроверт, я больше посидеть, поработать в одиночестве. Как-то нет, конечно, людям не нужны, для общения друзья у меня есть. Но, как бы сейчас мне недостаток общения. Хочется с кем-то поговорить. Когда я потеряла эту возможность, ее очень-очень не хватает. Поэтому. Это было такое долгое вступление. Я решила записать видео, как не сойти с ума. То есть, чем можно занять свою голову, если она у вас, конечно, не сильно болит. А вот, если вы уже приняли все необходимые меры, заварили чаек, выпили обезболивающее против головы, и вы просто лежите, не хотите спать, не хотите ничего, а на улице предательски солнечная, еще летняя погода продолжается, а ты не можешь выйти, нужно чем-то занять свою голову. Первый пункт я назвала спорт, либо зарядка. В качестве можно встать, так вы уже выспались, 6-7 утра, сделать легкую зарядку, просто разминочку, и входить потихоньку в ритм жизни. Также я рекомендую, если нет особых симптомов, либо там насморк, ну, ничего серьезного, а можно уже начинаться одеваться, краситься. То есть, мне уже тоже надоела моя пижама, поэтому я вылезла с более страшной, кинула ее в стирку, одела более такую нарядную, атласную, которая мне больше нравится, и я сама себе начинаю больше нравиться. Плюс макияж. Для девушек это очень сильно стимулирует. То есть, вы украситесь для себя. Представляете, что идете куда-нибудь на прогулку, на работу, куда вы любите ходить, и что приятнее было общение с вами, с самой собой, тем, кто любит макияж. Нанесли макияж, и вид уже совсем другой, настроение улучшилось. Также можно развлечь, чем себя можно развлечь дома. Настольные игры. Я понимаю, вам одинок. Можете поиграть в шахматы с котом. Но можно, например, собрать пазл. У меня есть пазл, которому уже 5 лет. Он про Италию. Это моя несбыточная мечта. Я его даже не приступала еще собирать. Но мне кажется, как только я его разложу и соберу, то сразу моя мечта осуществится. Границы все откроются. Вот можно будет спокойно путешествовать без всяких этих тестов, лишнего головняка и так далее. И можно будет осуществить свою мечту и побывать, наконец-то, в Италии, а именно в Венеции. Да. Это моя заветная мечта сейчас. Одна из. Следующим пунктом я тут себе записала шпаргалочку. 10 пунктиков, а может даже больше. А. Связано с внешностью. Можно произвести, пока вас никто не видит, вам не нужно выходить на работу. Там магазин, возможно, заказать онлайн. Там или вам принесут родственники, помогут соседи. Вот. Поэтому пока нет необходимости показываться обществу на глаза, вы можете произвести эксперименты над собой, которые давно хотели. Ну, например, не знаю, сбрить волосы во всех местах или в тех, которых вы не осмеливались. А там процедуры на лице произвести. То есть какие-то эксперименты. Покрасить брови. Ну, мы знаем, что в первые дни брови выглядят так себе, как Брежнев. Поэтому как раз есть такая фора заняться собой и после болезни, например, выйти свеженько, красивый и даже более отдохнувший, чем до болезни. Также можно занять себя перебрать гардероб. Я назвала этим пунктом. Ну, также там могут быть вещи разные. То есть кладовку разобрать, перебрать сейчас летний гардероб, выкинуть лишнее, оставить только необходимое и спрятать, достать осенне-зимние вещи, перебрать свой осенне-зимний гардероб, подготовить обувь и так далее. Что-то дозаказать, что вам не хватает. Ну, в общем, пересмотреть свой гардероб. Планирование. Также я всегда, например, воспринимаю такие дни, когда я нахожусь дома, когда все планы порушены. И, ну, значит, так и надо. Значит, ваш организм говорит вам, то есть это своего рода как знаки. Он говорит, что вам стоп, надо остановиться, вам не нужно этим сейчас заниматься. И тем самым можете пересмотреть свои планы, в каком направлении вам двигаться, как глобальные, так и какие-то мелкие. Вот, то есть распланировать свой ежедневник по-другому. То есть я воспринимаю, например, болезнь или плохое самочувствие как какую-то перезагрузку. То есть отместив все лишнее, пересмотреть все новым взглядом и сфокусироваться на главном. Дальше можно, ну, почитать книгу либо послушать в аудиозаписи и составить, например, список как дел, так и книг, фильмов, сериалов, походов, путешествий, которые вы планировали, и распланировать это более детально. Можно поругаться с кем-то. Это я написала пункт, он такой юморной, под впечатлением, так как, готовясь к этому видео, мне позвонил один курьер, сотрудник почты, когда они не совсем компетентно поступают, вот, и по их вине я должна, как бы, тратить свои деньги. Ну, такое бывает, иногда нужно, ну, не ругаться, просто спокойно объяснить, так как сил у меня не очень много, поэтому я не кричала на него, пыталась просто в течение 15 минут объяснить, как ему нужно корректно поступить в данной ситуации. Ну, это такое. Не воспринимайтесь серьезно. Приготовить что-нибудь, поэкспериментировать на кухне, а вы скажете, откуда продукты, откуда все, можно заняться шопингом по интернету, онлайн, как вещами, то есть, заказать, что вам не хватает уже в разложившем осеннем-зимнем гардеробе, а также заказать подарки. У нас не за горами праздники, то есть, тут уже на сло октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца пролетят так, вспомните, лето, как начиналось, вот, так и до Нового года, можно сказать, рукой подать, а потом все будет раскуплено, и вы ничего не успеете купить. Поэтому я за то, чтобы покупать подарки заранее, я уже спаковала некоторые такие, чтобы не париться, не переживать, успеет прийти тот или иной элемент вашего подарка родственникам или друзьям. Я методично потихоньку заказываю, выбираю, заказываю по интернету, это все мне приходит, я уже начала паковать такие, обычно у меня какие-то составные подарки, там, особенно родственникам, какие-то по интересам, либо это какие-то там интересные продукты, там, питание, не знаю, набор чаев или так далее. Ну, я думаю, про подарки я сниму отдельное видео чуть попозже, и потихоньку эти элементы выстраиваются в один общий подарок из многих мелочей, как складывается жизнь из мелочей, так и подарки у меня складываются с отдельных деталей. Еду можно, если вам никто не помогает, вы живете одни, лучше не выходить в магазин в этот период, то есть не заражать никого и не усугублять свое здоровье, вы можете заказать еду по интернету, как отдельные продукты, сейчас этих сервисов полно, так и можете готовые блюда заказать, то есть если не хотите, чтобы кто-то там дышал над вашей едой, готовил, можете заказать просто продукты из супермаркета банально и уже приготовить с них то, что вам захочется. Также по интернету можно, можно как-то удаленно работать, то есть даже не вылезая с кровати, можно совершать какие-то платежи, совещания онлайн и так далее. Слава богу, у нас есть интернет, у нас сейчас эра интернета, через интернет можно делать все, даже работать, поэтому нет никаких проблем. Если у вас какой-то бизнес, можно продолжать его, хотя бы частично выполнять те необходимые вещи. И, наконец, не забывайте о прогулках. Вот вам потихоньку нужно входить в ритм, как я уже сказала сначала, то есть вы начинаете делать заряд, краситесь, одеваетесь по утрам, ну не обязательно одеваетесь, можете там делать зарядку, умыться, накрасить глаза, и вы уже, поверьте, девушке, особенно, вы уже почувствуете себя человеком, а не тем сонным существом, который умылся, почувствовал зубы, снова завалился в кровать. Ну это в том случае, если вам совсем плохо. Вот. И также, когда вы начинаете входить в свой обыденный ритм, ритм жизни ежедневный, вы можете прогуляться, как сам, так с собакой, если у вас есть с котом, неважно, какие-то минимальные прогулки, внедрять в свою жизнь, буквально с первого-второго дня, когда он стал чуть полегче, когда температуры нет, я рекомендую вам прогуливаться, лучше днем, когда максимальная температура, где-то с часу до трех, 10-15 минут прогулки, еще никому не вредиво, это пойдет вам на пользу, настроение улучшится, и, я надеюсь, вы поскорее выздоровеете. Всем, кому понравилось это видео, надеюсь, мои советы были полезны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока.